В IT-лицее КФУ разрабатывают мобильное приложение для безопасности на дорогах. Это приложение, оно использует всего лишь камеру телефона, и оно могло бы действительно быть полезным для, в частности, например, начинающих водителей. Самый лучший день в году – день первокурсника. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Елизавета Газизянова. В культурно-спортивном комплексе Уникс Казанского федерального университета состоялась встреча первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского с аспирантами первого года обучения. Он поблагодарил студентов за выбранный путь, связанный с наукой, а в завершении добавил, что в Казанском университете существуют все возможности для раскрытия и реализации своего потенциала, в том числе и педагогического. Я, конечно, хотел и поздравить вас, и поблагодарить за то, что вы выбрали свой путь, связали его с наукой хотя бы на ближайшие 3-4 года. И я очень надеюсь, что за период вашей аспирантуры в Казанском федеральном университете вы станете квалифицированными, очень мотивированными исследователями. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» стартовал ежегодный фестиваль «День первокурсника-2022». Все подробности – далее. Редактор субтитров А.Семкин Яркие творческие номера, гул аплодисментов и неизменный дух единства и студенчества. В Казанском федеральном университете стартовал ежегодный фестиваль «День первокурсника-2022». Мероприятие каждый раз становится настоящим праздником для всего университета. Посмотреть концерты и поддержать артистов приходят не только первокурсники, но и студенты старших курсов. Я думаю, День первокурсника в жизни студентов – это такая отправная точка в мир творчества, мир активизма вообще для первокурсников в большей части. Потому что они пробуют себя, узнают, что такое вообще институт, что такое университет и, может быть, проявляют себя в какой степени. Открыли программу фестиваля «Институт физики» и «Институт международных отношений». В этом году у творческих номеров нет определенной тематики. Каждая команда выбирает то, что ей по душе. Однако успех выступления зависит не только от сюжета и артистов. За кулисами все время работает другая часть команды. Делюз Каюмов, представитель режиссерской группы «Института международных отношений», признается. В успехе своих ребят он уверен на 100%. Команда – это прежде всего система, в которой важен каждый. В коллективе «Институту международных отношений» царят любовь и взаимопонимание. В рамках этого фестиваля я слежу за тем, как концерт пройдет. В целом придумываю, как он будет смотреться из зрительного зала. Я регулирую работу внутренней кухни, то есть как все там происходит. Закулисье, сама сцена, вот это вот все. У меня есть напарник, очень хороший мой друг, Жасур, который отвечает за свет, за все остальное тоже. Вот мы так работаем. Увидеть творческие номера пришли и те, кому уже в ближайшее время предстоит выйти на сцену культурно-спортивного комплекса «Уникс». Почувствовать сцену и проникнуться атмосферой фестиваля решила команда из Института управления экономики и финансов. Так как я выступаю в номере у бальников, я очень сильно переживаю по этому номеру, чтобы все получилось, особенно поддержки, которые мы делаем. А так очень большое предвкушение, я надеюсь, у нас все получится и будет очень красиво выглядеть на сцене. Фестиваль продлится до 14 октября. Увидеть творческую программу можно будет не только в живую, но и в прямом эфире в социальных сетях нашего телеканала. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В IT-лицее Казанского федерального университета разрабатывают мобильное приложение для безопасности на дорогах. Что оно из себя представляет, расскажем далее. Даниил Савинов учится в 11-м классе IT-лицея Казанского федерального университета. На уроках он старательный ученик, который готовится к ЕГЭ, а в свободное время разработчик уникальных инновационных продуктов. Проект Даниила призван помочь начинающим и опытным водителям легко и комфортно освоить дорогу. Приложение с помощью озвучивания приближающихся дорожных знаков помогает автомобилистам быстрее сориентироваться и отреагировать на них. Дело в том, что начинающим водителям особенно сложно следить за всем на дорогах, так как есть множество факторов, например, как светофоры, другие машины и в том числе дорожные знаки. И это приложение, оно использует всего лишь камеру телефона и оно могло бы действительно быть полезным для, в частности, например, начинающих водителей. На сегодняшний день проект находится на этапе имплементирования аудиомодуля. В ближайшем месяце Даниил вместе со своей командой планирует запустить систему распознавания и саму разработку на машинке в лаборатории IT-лицея. По словам заместителя директора по научной работе IT-лицея Казанского федерального университета и наставника юного программиста, сейчас приложение работает на компьютере, однако совсем скоро планируется внедрить его в операционную систему Android. Во многих автомобилях сейчас есть компьютеры, на которых установлены Android. И, соответственно, мы это приложение в будущем перейдем под эту операционную систему и оно может устанавливаться на всех автомобилях по умолчанию. На данный момент программа обрабатывает изображение, которое видит камера, выделяет определенный знак, который она видит и подписывает его. В будущем мы сейчас работаем над отзвучкой этих знаков, как раз таки, чтобы видеорегистратор или какое-то другое устройство помогало озвучивать, подсказывать водителю, какой знак он видит. Отметим, что в IT-лицее Казанского федерального университета функционирует более 30 кружков. Это и художественная направленность, и спортивная, и, конечно же, IT. Как раз в рамках этих занятий лицеисты занимаются робототехникой, мобильной разработкой игр и изучают дополнительные технологии, которые не присутствуют в школьной программе. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус. О самой крупной дореволюционной русской универсальной энциклопедии Российской империи расскажет Амир Ахтямов. Энциклопедический словарь Бругауза и Ефрона – это универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи. Самая крупная дореволюционная русская универсальная энциклопедия, выпущенная акционерным издательством «Обществом Бругауз и Ефрон», состоит из 86 томов, 82 основных и 4 дополнительных, выходивших в течение 1890-1907 годов. Первые 8 томов до буквы «В» вышли под общей редакцией профессора Андреевского и в основном содержали переводы на русский язык статей знаменитостей немецкой энциклопедии Бругауза. В научной библиотеке Николая Лобачевского нам подобрали несколько раритетов. Например, первое издание энциклопедического словаря Бругауза и Ефрона. Данный экземпляр был выпущен в 1916 и в 1900 году в Санкт-Петербурге. Если сравнивать эти два экземпляра, то можно увидеть, что у них разные переплеты и разное качество бумаги. Энциклопедический словарь начал печататься в двух вариантах. Первый, более роскошный и дорогой, состоял из 41 тома. Второй, с более скромным оформлением, из 82 полутомов. Разбив свое дорогостоящее издание на полутома, фирма сделала его более доступным широким слоям читателей, благодаря чему тираж был доведен до рекордного по тому времени 130 тысяч экземпляров. На сегодняшний день энциклопедический словарь Бругауза и Ефрона является общественным достоянием. Хотя в научно-техническом плане эта энциклопедия уже устарела. Но ее многие статьи по-прежнему представляют историческую ценность. Энциклопедический словарь выходил в свет с 1890 по 1904 год. Ежегодно выходили 4-5 томов. Тираж колебался весьма значительно. С 12 тысяч экземпляров в 1890 году до 25 тысяч в 1897 году. Полутома, содержащие обширное комплексное описание России, были изданы тиражом по 35 тысяч экземпляров. Большой по тем временам тираж обуславливал широкое распространение словаря на рынке, несмотря на довольно высокую цену. Амир Ахтямов, Фарид Захид Аглы, Универньюс. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета состоялось празднование Дня старшего поколения и Дня учителя. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В республике Татарстан отмечать День пожилого человека на протяжении нескольких дней стало традицией. Как правило, это цикл праздничных мероприятий. На Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета состоялось празднование Дня старшего поколения и Дня учителя. Открыл праздничный концерт директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Ганеев. Если мы говорим о нашем опыте, о наших детях, я, конечно, хотел бы особенно внимание, уделить ваше внимание, что вы обратили на то, чтобы больше свой опыт, накопленный, свои знания передавать нашим детям, а то и внукам. Так, 5 октября в стенах учебно-библиотечного комплекса КФУ собрались гости, посвятившие долгие годы своей жизни работе в университете, обучению будущих поколений. На протяжении долгих лет они не просто передавали свои знания, но и вносили вместе огромный вклад в развитие науки России, публиковали научные статьи, принимали участие в форумах и проводили исследовательские работы. Я скажу откровенно, что подобные мероприятия обязательно нужны, причем не только старшим возрастом, но и среднему и молодому поколению. Дело в том, что были здесь в одно время, когда я работал тогда на кафере, мы проводили зимние забавы для преподавателей, это было вообще великолепно. В программу мероприятия вошли выступления творческого коллектива театра танца «Булгары», а также вокально-хореографическая постановка в исполнении Ильшата Хамадеева и Ольги Лавровой. Я благодарю коллектив филиала Казанского университета за ту подготовку концерта, что показывали нам сегодня, потому что инициатива принадлежит, конечно же, вам, молодому поколению. Было прекрасно увидеть молодых ребят, которые встречали нас приветствиями, поздравлениями. И я вообще так люблю ребят, что готовы снова пойти на работу. Принимайте, я готова. Любовь к своему делу, усердие и любознательность – качество, которое каждый педагог стремится взрастить в своих воспитанниках. Пока мы перенимаем опыт у старших поколений и развиваемся, у наших потомков точно есть шанс на светлое будущее. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института КФУ, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!